Здравствуйте! Вы смотрите новости коммерческой недвижимости и сегодня в выпуске. В премии «Золотой кирпич» финалисты определены. Люксовые бренды возвращаются в Россию. Когда в Россию придет цивилизованная торговля? Завершился первый отборочный тур премии Commercial Real Estate Awards. По итогам онлайн-голосования определились финалисты. 320 членов жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты и профессионалы отрасли, уже определили финалистов в 14 номинациях. В 2010 году, несмотря на низкую строительную активность и то, что отрасль еще не до конца оправилась от кризиса, более 30 объектов коммерческой недвижимости были введены в эксплуатацию и приняли участие в первом отборочном туре ежегодной премии Commercial Real Estate Awards 2011. Восьмая по счету премия «Золотой кирпич» порадует нововведением. Организационный комитет премии CRY Moscow Awards по инициативе профессионального сообщества в 2011 году ввел новую номинацию. Премия растет и развивается вместе с рынком. Так, например, в этом году была учреждена новая профессиональная номинация «Управляющая компанией года». Номинация «Управляющая компанией года» призвана выявить лучший управленческий опыт в сегменте коммерческой недвижимости, сформировать позитивный имидж компании как внутри отечественного бизнес-сообщества, так и на международной арене. Объекты, которые принимали участие в премии в этом году, задумывались еще до кризиса. Но, конечно, кризис внес свою лепту в их реализацию. Ну, здесь скорее тенденция тогда же, кто мог достроить. Не какие старались достроить, а кто и у кого были возможности достроить эти объекты. Это зависело и от стороннего финансирования, наличных и собственных средств. Вот это были основные факторы, которые влияли на достройку объектов. В этих годах изменение было то, что клиенты, допустим, с точки зрения логистических центров, они стали более требовательны к наличию многих составляющих в этих логистических центрах. Если брать по сегментам, можно заметить, что офисная недвижимость объекта в этом году, они намного меньше, чем те, которые были в предыдущий год. Если брать торговлю, наверное, основное отличие – это те объекты, которые открылись в течение десятых год, были больше заполнены в момент открытия, чем те, которые мы видели в прошлом году. Все, кто добрался до финала, уже в какой-то мере могут чувствовать себя победителями. Гораздо важнее, что премия живет и стимулирует девелоперов к здоровой конкуренции и совершенствованию. Они нужны для того, чтобы, первое, чтобы в любом рынке была какая-то составляющая соревновательная. Так же, как в любой кинопремии или это премия в области изобразительного искусства, в области литературы, они существуют. Существуют для чего? Для того, чтобы показать лучшего и выделять из лучших лучшего. Эти церемонии, они реально нужны, они для нас важны, они для наших сотрудников важны, потому что они отражают фактически тот работ, который мы делаем в течение весь год, тот труда и тот сердце, который мы даем нашим клиентам. И, конечно, всегда очень приятно, когда другие видят вот этот вклад, который вы даете в индустрию. Теперь впереди финалистов ждет второй тур заседания комитетов жюри. Осталось выбрать лучших из лучших. По сложившейся традиции победители будут названы на торжественной церемонии награждения в экспоцентре 14 апреля. Производители и продавцы товаров класса люкс торжествуют. В прошлом году, после депрессивного 2009 года, рынок стабилизировался, а в нынешнем 2011 уже идет в гору. В кризис из-за падения продаж сразу несколько марок ушли с рынка. Среди них Малона Бланик, который уже успел вернуться. Подтягиваются и другие роскошные бренды. Рейс уже открыл по магазину в обеих российских столицах. Последовать его примеру решил еще один люксовый бренд – Джимми Чу. Для бутика уже присмотрели место в Столешниковом переулке, что довольно традиционно для люксового бренда. Интерес есть к исторической локации и уже, как говорили раньше, к прикормленным местам. То есть там, где уже есть целевая аудитория, которая уже приедет туда по старой памяти. А что касается ставок аренды по наиболее популярным торговым коридорам, которые уже есть в Москве, то, конечно, ставки уже скорректировались и можно сказать, что по ряду помещений ставки аренды вернулись к докризисным. А где-то они, я могу сказать, что на примере Столешникова мы убедились в том, что ставки аренды даже выше докризисных. Гигант рынка «Лакжери» Эрме тоже прекрасно себя чувствует. Принято решение отказаться от франчайзинга и работать в России напрямую. Сейчас в России самостоятельно представляют свои интересы «Кристиан Диор», «Луи Вютон», «Шанель» и другие люксовые бренды. С конца 2011 года аналогичным образом намерено поступить «Прада». Поведение люксовых ритейлеров говорит о том, что они уже оправились от кризиса. А вот готовы ли тратить деньги российские потребители? Парадоксально, но это так. Это входит в противоречие с нашими с вами ощущениями. Мы понимаем, что уровень жизни в России, мы умом понимаем, эмоционально мы понимаем, что уровень жизни в России ниже, но при этом статистика говорит об обратном. Денег-то у нас оказывается на самом деле больше, чем в Восточной Европе. Объясняется, с моей точки зрения, это тем, что у нас качество жизни, мы не можем, имея даже большее количество денег, обеспечить себе то качество жизни, к которому мы стремимся. Жители России тратят, в общем-то, гораздо больше, чем европейские коллеги, если смотреть по отношению к тому количеству денег, которое они зарабатывают. То есть мы в магазинах, мы в магазинах оставляем гораздо больше денег. 60-70% всех доходов для крупных городов – это нормальный показатель в России. И абсолютно абсурдный для Европы, где этот показатель составляет 40, ну в лучшем случае 50%. Таким образом, интерес люксовых брендов к России понятен. Да и уровень средней зарплаты для люксовых брендов весомой величиной не является. Ведь аудитория, тяготеющая к роскоши, ограничена. По мнению специалистов, она составляет от 1000 до 4000 человек в Москве. Вчера, 22 марта, на Пушкинской площади, малый бизнес снова защищал свое право на труд. Вслед за сносом ларьков, московские власти взялись за розничные рынки. Только вот рвение и излишняя спешка чиновников уже привели к нарушениям закона при сносе ларьков. Чего же ожидать дальше? Вчера на Пушкинской площади малый бизнес защищал свое право на труд. После сноса ларьков, московские власти взялись за розничные рынки. Дело вроде правильное. Только вот рвение и излишняя спешка чиновников уже привели к нарушению закона при сносе ларьков. Мы сносили людей, имевших разрешение, не дожидаясь срока окончания этого разрешения. Им оставалось торговать еще на этом месте до 31 декабря. То, что начался снос, он был такой авральный, непонятно для чего он был инициирован. В принципе, в любом случае, 31 декабря мы всех заканчивали с разрешением. Целью градоначальников, несомненно, благает цивилизованная торговля. Только вот перебраться в крытые рынки и торговые центры смогут не все предприниматели. Порог рентабельности бизнеса не позволит. Город может предоставить малому бизнесу лимитированное количество помещений, спрос на который превышает предложение. К тому же на смену конкурсам придут аукционы. Они хоть и уменьшают коррупционную составляющую, но тоже имеют свои подводные камни. Проблема именно в технологии этого решения, потому что ничто не мешает крупному предпринимателю зарегистрировать новую фирму с одним-двумя участниками, маленьким основным капиталом, объявить это малым бизнесом и на это все выкупить. Путь к цивилизованной торговле в России тернист. Понятно, что даже при предельно честном аукционе всем места не хватит. Какой выход из сложившейся ситуации видят девелоперы? Западный подход, когда в краеугольном является создание качественной и комфортной среды для потребителя, принимает в расчет уровень доходности того или иного бизнеса и потребности покупателя. Покупатель ходит в торговый центр, чтобы получить все услуги, а не только купить мобильный телефон или получить услуги банка. Соответственно, девелопер или компания, которая эксплуатирует тот или иной торговый центр, принимает в расчет потребности потребителя и, соответственно, предоставляет там помещение за минимальные ставки как раз сервисному сектору, который ремонтирует обувь и не в состоянии платить там 2000 долларов за квадратный метр. Кроме того, надо решать проблему на этапе проектирования. Тогда не нужно будет уродовать город разномастными быстровозводимыми конструкциями. Например, при комплексной застройке сделать первый этаж здания строго коммерческим. И с учетом потребительского спроса управляющая компания будет снижать арендные ставки для сферы обслуживания. И проблема магазинов шаговой доступности тоже будет решена. И тем самым, может быть, теряя на коммерческих условиях аренды, они будут выигрывать в целом, потому что тот уровень дохода, который они получат от продажи жилья, уровень престижа от проживания в данном жилье будет компенсироваться данными затратами. Городу и собственникам торговых площадей стоит прийти к некому компромиссу, разработать систему скидок и субсидий для социально значимых объектов. Маленький дом быта и магазин самым необходимым должен быть под боком у потребителя. На сегодня это все. С вами были новости коммерческой недвижимости. До встречи.